Пять лет назад Россия входила в Большую Восьмерку, но после присоединения Крыма ее исключили из этого клуба. Сегодня политики поднимают вопрос о возвращении России в G8, но не все страны поддерживают эту идею. Мы решили спросить у москвичей, стоит или нет возвращаться России в G8. Ну конечно стоит возвращаться, потому что мы в принципе были всегда, есть один из глобальных игроков в мире. И раньше тот формат, который существовал, устраивал многих. Просто разнообразные внешнеполитические события сейчас мешают нормальному развитию отношений. А так, я думаю, что нужно вернуться к этому формату G7 плюс один, так называемый. Думаю, что не стоит. Ну, зачем напрашиваться. Самозастаточно и гордые, поэтому можно и не входить. Ну, мне кажется, что России стоит принимать участие во всех важных международных сообществах. Тем более, если это Большая Восьмерка, это, в общем, самые крупные экономики, влиятельные политические государства в мире. Наверное, с точки зрения политики это имеет в этом какой-то смысл. Но я как человек обремененный бытовыми проблемами, у меня это вообще далеко все равно. Я считаю, что это не имеет никакого смысла. Ну, G8 это международный формат. И там нужно соблюдать какие-то правила, которые Россия соблюдать не будет. Я согласна, что ее нет в Восьмерке. Зачем делать то, что уже было разрушено? Это все, надо что-то новое. Я считаю, что двадцатки достаточно. Честно, я не в курсе, что это такое. Я не по политике далеко от этого. Давайте, конечно, вернемся. Почему нет? Ну, пускай слышат наш голос российский, конечно. Мы же не последняя страна в последнем, в конце концов. Одна из первых. Я не вижу сверх каких-то бенефитов с поступлением. Мы без этого жили с 2014 года или с какого? Ну, то есть все идет, как-то идет. И поэтому сверх критической задачи я не вижу, честно говоря. Вот, чтобы вот просто упереться и... Знаете, под санкциями не померли. Мне кажется, что нет смысла. Ну, достаточно много уже времени прошло. И если бы это было нам для России, на мой взгляд, как-то тяжело или неудобно, уже бы были приняты какие-то серьезные решения. Но раз экономика продолжает жить и дышать, ну, я думаю, что не помрем. Не помрет наша страна без глобализации в таком виде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова